То, что происходит, надолго. Это совсем не простой циклический спад, который пройдет, как все предыдущие. Экономист Анатолий Ишболдин – преподаватель и чаще выступает перед студентами. Нынешний формат – публичная лекция об истории мировых кризисов. Скорее, ответ на запрос общества. Люди хотят знать, что будет дальше. И сначала им нужно понять причины и корни сегодняшних событий. В одной точке зрения является то, что нынешние события, они все-таки уже выходят за рамки традиционной модели циклического развития экономики и кризиса, носят не циклических архитетей. Непонимание системной природы нынешнего кризиса и есть, по мнению лектора, главная проблема, с которой сегодня не могут совладать чиновники и официально признанные экономисты. Традиционные циклы срабатывать перестали. Начался переход в другую эпоху, к другим технологиям. Он коснется всех и при этом не будет ни быстрым, ни безболезненным. Нынешний глобальный кризис, а он действительно, они все согласятся, не какую-то региональную, а глобальную природу, это многомерный кризис. Причем вот он такую структуру имеет, что один кризис вложен в другой, а они вместе с очень встретили. Используется термин «кризис матрешка» и «кризис домену». Кризис матрешка имеет признаки всех трех встроенных в него кризисов, и каждый разрешится только переходом на следующий уровень. Ряд ученых считает, что корень глобального зла – капиталистическая система, говорит Эшболдин, и добавляет, что в России кризисы свои. Два из них внутренние – это кризис экономической модели государства и социально-политической. Кстати, в этих условиях, по прогнозам, Алтайский край окажется скорее среди выигравших, чем среди проигравших, как регион, который способен накормить страну и мир. Татьяна Динер, Наталья Петахина, Александр Антропов. Наши новости.